Друзья, всем привет! В сентябре на канале выходило несколько видеороликов о ситуации на рынке по продаже новых автомобилей, где я регулярно рассказываю о том, как нынче машины продаются. Бесконечный рост цен на машины, бесконечные наценки, которые с каждым месяцем становятся все только больше и больше. И те, кто готовы покупать машину с наценкой 200-400 миллион рублей, даже они днем с огнем желаемый автомобиль не сыщут. Машин вроде бы как мало, а в тот же момент нам рассказывают, что их много, но не хватает там полупроводников. Но в том самом ролике я затронул тему о том, что а нафига продавать свой автомобиль, когда можно вложиться в него и передвигаться на нем. Именно так я делаю со своей машиной еще с 2020 года, когда вся эта пандемия началась. И вот в очередной раз, я думаю, запишу-ка серию, посчитаем, сколько по техническому обслуживанию обошлось. Сегодня я вам это все расскажу. Заголовок данный не кликбейт. BMW постоянно выкидывает такое. Я с японцами никогда с таким не сталкивался. И самое, что удивительное, этот сюрприз я нашел, ну не я, а нашел Леха, кто делал химчистку машины. Я офигел, когда он мне прислал видео. Поэтому в этом видеоролике я сейчас вам все поэтапно расскажу, покажу, поделюсь с вами своими подсчетами. И мы с вами в процессе обсудим тему, что же делать-то, обслуживать свою тачку или надо продать, купить. В общем, ролик, я думаю, будет полезный, жизненный и интересный. Приятного просмотра, чтобы вас не прерывать, сейчас я вас познакомлю с полезной информацией. И после чего мы переходим к основной теме выпуска. Давайте с вами немножко поговорим о глобализации. Вас никогда не удивляло, что какой-нибудь узел, например, от Рено, может иметь огромную географию по производству. От Азии до Южной Америки. И чтобы нам не говорили производители, что везде качество одинаковое, по факту качество может отличаться. Возьмем, к примеру, бескаркасные щетки стеклоочистителя, которые в простонародье мы с вами называем дворниками. А вспомните хотя бы один наш отечественный бренд. Не можете? Тем не менее, ребята, один все-таки есть. Знакомлю вас. Научно-производственный комплекс «Автоприбор» во Владимире наладил производство бескаркасных щеток стеклоочистителя. Для тех, кто не знает, НПК «Автоприбор» производит с системой стеклоочистки, рычаги, щетки, моторедукторы, спидометры, различные датчики и другие комплектующие, как для российских автомобилей, так и для иномарок. Всего «Автоприбор» выпускает 17 размеров бескаркасных щеток от 300 до 700 мм, которые оснащены специальными универсальными адаптерами. Это позволяет устанавливать их как на российские, так и на автомобили иностранных брендов с типом крепления рычага «Крюк». Комплектующие для бескаркасных щеток стеклоочистителя производятся полностью на предприятии «Автоприбор», включая и резиноленту, которая изготавливается по уникальным собственным рецептурам. Все щетки проходят множество испытаний и проверок. Вы только вдумайтесь! Качество очистки и постороннего выделяемого шума, испытания на стойкость к соленому туману и омывающему раствору, проверку к условной светостойкости и проверку на динамическую нагрузку, различные климатические испытания, проверки на стойкость старения на воздухе, в озоне и проверку люфта щетки относительно рычага. В итоге щетки бренда «Автоприбор» обеспечивают 750 тысяч циклов, то есть двойных ходов, работы на стекле. Все это позволяет контролировать высокое качество автокомпонентов и гарантировать надежность и долговечность выпускаемой продукции. Как вам такая заявочка на победу от отечественного производителя? Тем более на дворе осень и сейчас щетки стеклоочистителя как никогда актуальны. Купить их можно по ссылочкам в описании, которые уже ждут вас. Пользуйтесь на здоровье. Безусловно, техническое состояние автомобиля всегда индивидуально. Люди пишут, ну вот ты говоришь, вложись в свою, а у кого-то пробег уже 300-400 тысяч км, моторчик стучит, коробочка вся пинается, в подвеску нужно вложить ого-го сколько. И таким образом в круг получается солидная сумма, да и машина очень старая. А у кого-то машина вот как у меня. Давайте кратенько вам напомню. 2016 год покупал я ее в 2019 году. Я второй владелец. Я ее купил с пробегом 37 тысяч километров. Это задний привод М-пакет. 2 литра бензин. Я ее купил за 1 миллион 700 тысяч рублей. На сегодняшний день, с учетом того, что цены растут и на вторичку, вот в этом состоянии с пробегом сегодня ей 71 тысяча км машина продается 2 миллиона. Реально можно продать. В моей жизни это первая немецкая машина. До 2019 года, до покупки, я владел исключительно японскими машинами Mazda 6, Toyota Camry 3.5 в 50-м кузове. Но в какой-то момент я подумал, блин, вот хочется попробовать. Как бы люди не говорили, что BMW это говно и так далее, я хотел это испытать на себе. Плюс ко всему, мы снимаем видеоролики, я думаю, специально куплю ее на заднем приводе. Для меня это новые эмоции. Никогда раньше на заднем приводе я не ездил, не владел автомобилем. Тест-драйва проходил, но это другое. Зашел на YouTube посмотреть роликов о том, как ведет себя автомобиль на заднем приводе в городских условиях зимой, но нет роликов. Я прекрасно понимаю, что когда-то наши отцы катались на заднем приводе на летней резине на семерочках и как-то ездили. Сегодня совсем другая история. Контент этот востребованный. Многие люди писали, что действительно это интересно. Думаю, возьму себе тачку, покатаюсь на ней, поснимаю, а через годик продам ее и куплю какой-нибудь другой автомобиль. Но так получилось, что за этот годик я в машину очень сильно влюбился. Плюс ко всему, началась пандемия и поперли цены вверх. Я думаю, а зачем ее продавать, когда она свеженькая, мозги не делает. Буду просто техническое обслуживание делать и вкладываться в нее по мере поступления каких-либо проблем. Изначально, честно вам скажу, я боялся, так как многие запугивают то, что «О, БМВ, все дорогое». Специально искал автомобиль не по низу рынку, а купил, можно сказать, по самой высокой цене. И на сегодняшний день, в принципе, доволен. Но периодически, когда я приезжаю на ТО и думаю, да тачка же у меня в идеале, никаких нареканий не будет. Но тем не менее, все равно постоянно какие-то рекомендации есть. Вот давайте сейчас быстренько с вами перенесемся на сервис. Кратенько расскажу вам, что было сделано и какие были рекомендации там. Потом отправился я в сервис гаражного типа к Андрюхе. Знаете, говорят, у дяди Васи в гараже сделал. Как бы он не выглядел по атмосфере, самое главное одно, что вот эти два человека, которые работают с машиной, они действительно с головой, они действительно понимают, что нужно делать. Да и в моем случае какого-то там грандиозного ремонта не намечалось вообще. Изначально нужно было сделать просто диагностику ходовой части, посмотреть автомобиль на ошибки, ну и сделать простейшее техническое обслуживание. Поменяли масло в моторе, поменяли воздушный фильтр. Салоны менять не стали в силу того, что совсем недавно я делал ТО. ТО я делаю в среднем раз там в 7000 км. Последний раз это было 63 тысячи километров пробега. В этот раз сделали на 7500. 70500. Так вот, за техническое обслуживание я отдал 10250 рублей. Какие были рекомендации по работам? У меня все записано, поэтому буду озвучивать. Значит, смотрите, замена масла в коробке. Я буду менять полностью масло с поддоном. Масло я уже купил, поддон купил. Все это делаю у Александра. Друзья, вот сейчас кратенько ввожу на экран его контактные данные. Кому надо, просто сфотографируйте, оставьте. Вот сами потом пишите, кого-то там рекламировал по запчастям. Любые запчасти он вам сделает с доставкой куда угодно. Все вопросы к нему. Вин отправить и все посчитаешь. Значит, масло было все куплено. По работе люди озвучили 3000 рублей. Все, пожалуйста. Дальше. По рекомендациям опоры начинают проседать. Соответственно, их нужно будет заменить. 70 тысяч км машине в ноябре будет 5 лет, как она выехала из автосалона новый. Значит, сколько стоят опоры? Левая и правая по 7 тысяч рублей. Это оригинал. Если смотреть аналоги, на 1000 рублей дешевле. То есть, по 6000 рублей аналог. По работам это примерно 6000 рублей. Закладывают как 2 часа примерно будут работать. Далее. Микротрещина в сайленблоке заднего редуктора. Сам сайленблок стоит 2500 рублей. А вот замена его 7000 рублей. Потому что процесс долгий, сложный. Вот люди рассказывают. Вот я вам вывожу на экран несколько сайленблоков. Где народ покупает аналоги подешевле. Типа, да ладно. Там вот на форумах порекомендовали. Я подчеркиваю, ни в коем случае не являясь сторонником. Покупайте только оригинал, покупайте аналог или еще что-то. Тут вы выбираете сами. Просто сегодня запчастей огромное количество. Кто-то находит хороший аналог. В общем, факт в том, что спустя 200 километров пробега их просто-напросто выдавило. Вы вдумайтесь, 200 км пробега. Не тысяч, просто 200 километров. Откровенно попалось говнецо. Таким образом, вот 2500 плюс 7000 рублей. Соответственно, было принято решение. Когда буду менять масло в коробке, сразу поменяю опоры. Потому что машину продавать я не собираюсь. Это не рекламный видеоролик. Также сразу поменяю сайленблок. Ну, для того, чтобы все было в идеале. Вот здесь очень часто поднимается вопрос о том, что... Вот когда речь заходит вообще про BMW, мы же как говорим. Нужно иметь деньги на содержание. Когда я снимал и рассказывал, какие деньги на нее уходят, огромное количество людей. Типа, ля, да ты там переплатил. А вот надо было съездить туда, там сэкономить. А зачем ты сделал ты его через 6000 км, а что не через 3? Ну, типа, знаете, как бы обыгрывают, смеются. Мол, хоть каждый день ты его делай. Типа, дурак. Друзья, я за машиной слежу. Я езжу мало, вы вдумайтесь. За полгода я проехал 7000 километров. Но это очень мало. И то, 2000 из них я посчитал, это вот я в каширу к родителям езжу. Вот туда-обратно, вот раз 10 за полгода съездил. А так, если бы я передвигался только по Москве, Московской области, ну, 5000, это мало. Соответственно, я это понимал. Для меня это плюс BMW, что не так много накатываю пробег. Потому что, как правило, основные болячки, там, более дорогие ремонты, они вылазят после 100 тысяч км. У всех по-разному. У кого-то это больше к 150, у кого-то к 200, у кого-то к 100. Да, поэтому здесь все индивидуально. Я же с вами делюсь актуальной информацией по автомобилю на предмет того, что вдруг кто-то заинтересуется и тоже захочет себе купить, к примеру, пятерку. Сколько по деньгам это стоит? Можно экономить, покупать аналоги. Ну, в общем. Изначальный канал-то начинался с дневников Мазды 6, когда я только купил. Поэтому отмечу, что есть отдельный плейлист на BMW. Кто интересуется, вторичка F10, можете зайти посмотреть. Я там регулярно, периодически снимаю ролики, рассказываю про эксплуатацию автомобиля. Ну и переходим к кульминации всей истории, где, собственно, заголовок отразится этого видеоролика. О том, как она выкинула мне сюрпризы, который был замечен на детейлинге. Есть такой человек Леха, про которого я неоднократно рассказывал. Еще со времен Мазды 6 я у него обслуживаю машину на предмет полировка, химчистка, антибактериальная обработка и все, что с этим связано. Цены. Вот за все, про все мне сделал полировку кузова, сделал полную химчистку салона, антибактериальная обработка. Нанес мне антидождь на лобовое, на боковые стекла. Рекомендую, реально полезная вещь. Ну, полировка фар, фонарей и так далее. За все это отдал 18 тысяч рублей. И, казалось бы, стандартная процедура, думаю, у меня ребенок есть как раз антибактериалка, потому что у меня салон тканевой, хуже не будет. Все начистили, намыли, вопросов к этому нету. Перебивки вы видите, что машина была сделана. Я сижу дома, и тут мне приходит ватсап-видео. Диман, привет. Вот начали делать машину, сразу тебя предупреждаю. Полы у тебя вот в таком состоянии, все сырые. В них воды куча просто. У тебя что-то где-то течет. Ну, смотри, сколько. Просто вода катается. Тоже мокрая, Димана. Причем тут вообще лужа, просто, бля, лужа. Там еще более-менее сухие, а вот здесь прям пипец. Не, потолок сухой. Передние, да, сухие. Все четко с передними. Здесь тоже все. Субтитры сделал DimaTorzok Он мне присылает вот это видео, которое я вам показал. И выясняется то, что где задний диван, вот эти ковры поднимаешь, и здесь просто-напросто было все мокрое. Ну, прям действительно лежала вода. Он прям нажимает пальцем, и вода поднимается. Я, естественно, в шоке думаю, охренеть, что происходит. Я начинаю вспоминать, что вот эта дверь, правая, я замечал такие моменты, что, например, открываешь ее после мойки, либо после сильного дождя. И вот в этой части, вот отсюда, вытекает немножко воды. То есть примерно это 100-150 грамм. Ну, не больше. Даже вот, наверное, грамм 100. Когда-то это он значение не придал, потому что никаких посторонних запахов в салоне не было. Никогда не было такого, чтобы я там сам сел назад, жена села назад, сказала, типа, Дима, что здесь там, вода? Ну, в общем, ничего этого не было. Ездили и ездили. И вот как подняли ковры, когда начали все шуры-муры наводить, выяснилось то, что там вода. Я отправил видео это Андрюхе. Андрюха говорит, не парься, у тебя же BMW, это нормально. Здесь, ребята, все на сервисе, у кого бэхи, все говорят, а, типичная проблема для BMW, в плане того, что в карте, получается, там идет трубка водоотвода, она отходит, и потом, получается так, что вода уходит не на улицу, а затекает вам в салон. Что нужно сделать? Сейчас нужно снять эту карту двери, все заново проклеить, дать высохнуть, ну и все. А вот так, кстати, выглядит штатная шумоизоляция дверной карты. Как говорится, это лучше, чем нифига. Вот эта вот проклейка, карта дверная, и вот она в каких-то местах вот уже отслоилась. Ага. Но то, что сверху отслоилась, это не страшно. Вода затекает, в основном, снизу. Вот как произошло здесь. Ну, вон, она прям видно, да, в этом месте как раз. Да, 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 и в этом месте прям видно, вот она как стекала. Эта дверь закрыта, вообще она должна уходить вот тут вот. Да, снизу. Вот, вот, плотничная, она затекает снаружи, протекает через дверь и должна наружу выходить. Да. А когда карты текут, она течет именно по двери, поэтому и плотничная и затекает в салон. Попадает на полы. Вот самый прикол в том, что я этого даже никак вообще не замечал. То бишь, ну, не было такого, чтобы я открывал дверь, ну, ребенка сажаю, еще что-то, и мог увидеть, что какая-то влага образовывалась. Все сухо было, вообще незаметно было. Ну, и что делаем? Получается, мы вот эту обшивку, правильно? Да. Заново переклеиваем. Сейчас ее отрываем и заново проклеиваем. Вот такая история, ребята, блин. Поэтому имейте в виду, у кого BMW? У него тоже BMW, точно так же. Заметил, только у тебя по передней части пошло? У меня все. А, все четыре? Короче, имеете в виду, Beho тачка веселая, комфортная, но со своими приколами. Нужно было все это заново проклеить. Я приехал, процедура занимает примерно час, каждая дверь мне обошлась по две с половиной тысячи рублей. Ну, за время люди деньги берут. Это можно сделать самому. Я вам вот эти все кадры показал, как это выглядит. У меня ездит жена. Никаких посторонних запахов мы не чувствовали. Хотя, общаясь с людьми, все узнавали об этом через нос. Почему? Вода стоит, начинает плесневеть, и, соответственно, пошли запахи. А вот эта история началась, можно сказать, вот, в начале сентября, что я заметил, что вода начала вытекать. По чуть-чуть. Соответственно, я предполагаю так, что это просто не так давно пошло. И факт в том, что вот с такой проблемой можно столкнуться. Если ты о ней не знаешь, вот просто я вам, так сказать, наперед забегу. Ты можешь кататься, не понимать, что у тебя там сырость, а сырость это грибок, а грибок это бактерии. Дальше все там начинается жизнь, и вот эти все гниения, и так далее, и старение. Ну, вообще, ну, кому нужна вода в машине, вы вдумайтесь. Поэтому это страшные вещи. Мне это все просушили, в общем, все затерли, заделали. Но вы вдумайтесь, да, те, кто угорают с BMW. Пацаны, БНВ, пожалуйста, двери отходят. Я был в шоке. На японцах такого, ну, реально, я не встречал никогда. Вы же встречали? Вот все, у кого есть BMW, любые, друзья, любые. Имейте в виду, что такое может быть как сзади, так и спереди. Поэтому владейте машиной, приходите, поднимаете, и прямо потрогайте пол, чтобы он был везде сухой. Если сухой, отлично, если нет, знаете, вот, проблема решается элементарно, но ее нужно обязательно решить. Если вдруг у вас воды больше, обязательно куда-то надо загнать, в гараж, в теплое помещение, с пушкой все это просушить, чтобы все было сухенькое. Тогда у вас никаких проблем не возникнет. Но я честно говорю, вот нравится мне машина, но когда мне вот это, знаете, выкидывают, то опоры на 70 тысячах, то хрень какая-то, вода протекает внутрь. Постоянно, как ни приедешь, что-то нужно сделать. То это, то, то вроде бы все по мелочи, но все равно офигеваешь, потому что раньше приедешь на Мазду. Масло поменяли, фильтр поменяли, все, все. Хотя, забегая вот так вот назад, Мазда по гарантии поменяли колесные диски раз, ролик ремня натяжителя два, руль меняли по гарантии, облазил. У кого кожаные салоны, кожу менять тоже там облазит. Зеркала у Мазды, стандартная история, постоянно ломается моторчик привода, не складывается. На ЦХ-5 помню, была проблема тоже вроде с опорами двигателя, что в мороз там сильно, она троит начинает, ну просто очень сильная вибрация идет по кузову. У кого-то коробки накрывались, до сих пор люди пишут с того ролика, как-то мы снимали про Мазду, что вот у человека сломалась коробка, мол, вот у меня то же самое. Это редко, но такое бывает. Поэтому говорить о том, что японцы прям сильно лучше, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Вот что прикольно, без двух месяцев, можно сказать, машине будет ровно пять лет. 71 тысяча пробег, предстоит, что получается, 20 тысяч на опоры, десятка закладываю, это поменять сайлент-блок, 3 тысячи на замену масла, масло тоже было куплено, там примерно 11 тысяч рублей ушло тогда. Короче, полтинник, округляю, так в большую сторону полтинник, но машина в идеале. Вот мне иногда люди пишут, Диман, ну пора уже продавать. Вот меня вообще просто удивляют, люди, да ты уж так долго наездишь, два года, пора бы машину продать. Друзья, я вам расскажу пару прикольных историй. В 2019 году я покупал, помогал покупать человеку BMW X6, 3 литра дизель M-Pure. Вот та тачка, которая мне очень сильно нравится, я думаю, блин, 4 миллиона мы ее купили, тогда новую. На сегодняшний день, если зайти на вторичку, машина от первого владельца, такая же, вот именно такой же BMW X6, пробегом 50-70 тысяч рублей, стоит примерно 3 700-4, это в среднем, а так как бы есть цены еще выше, там 4 200, 4 500, все по-разному торгуют. Я к тому, то что цены просто космические, сегодня отдать машину за 2 миллиона, еще нужно получается, там полтора-два добавить, чтобы купить то, что хочется. Вот в процессе монтажа я нашел, вот обратите внимание, вот дата, да, я вам показываю, 25-11-2019, переписка с человеком, есть X6 за 3,8 при условии каска, вы представляете, по рознице тогда эта машина стоила что-то 5 с копейками, вот она, M-Sport Pure, тыры-пыры, вот ценник я пишу, 5 миллионов, в 682 тысячи, это типа розница что-ли такая была, ну да, вот мы рассчитывали ее, и в итоге там, вот каска полная, 136 тысяч на него вышло, с франшизой 116, 3 миллиона 990, и она твоя, охереть, охереть, багажник, места достаточно, коляски любые, помещаются у нас их две, есть прогулочная, есть там побольше, залетает сюда без проблем, вещи какие-то, везем с собой, там сумки, с чем-то там, с одеждой и так далее, в каширы, например, собрать, в общем, места достаточно понятно, хотелось бы побольше, но вот такого, чтобы мне не хватило места, еще не было ни разу, ну подчеркиваю, баулы какие-то прям, мы не возим, место сзади, специально делаю акцент для семейных людей, потому что, ну, всем же интересно, а как у ребенка сзади, коляска поместилась, это проговорили, дальше, пассажирское кресло, мы двигаем вперед, жена садится, места ей достаточно, ребенок рядышком, подлокотник есть, то есть всем можно пользоваться, ну и поскакали мы на каширу, шашлыки жарить, поэтому в этом плане, сзади классно, единственный, естественно, минус, это то, что тканевой салон, ну, как правило, ребенок в машине ничего не ест, мы ездим крайне мало, поэтому салон, вы видите, не засрат, ну и опять же, он только после химчистки, в этом плане, сейчас здесь все идеально и запах приятный. По интерьеру, возможно, повторюсь, но тем не менее, поделиться отзывом хочется, все мы делимся на категории, кому-то больше нравятся, Mercedes, как-то они там богаче выглядят, кому-то Audi, вот мне очень нравится, как выглядит интерьер BMW, ну серьезно, я когда сажусь в тачку, вот по сей день, друзья, по сей день, я кайфую от всего того, что я здесь вижу, все на своих местах, вот мне очень нравится, M-рули, отдельная история, когда тачка новая, вот этот руль, он весь такой матовый, сейчас мы так его намываем постоянно, он не затерт, но тем не менее, со временем он становится глянцевый, некрасивый, прям сразу выбивает всю атмосферу, поэтому за рулем следить нужно, вот эти вставки алюминиевые, первый владелец их подзасрал малек, потому что он видно, у себя ключи бросал, здесь они затертые есть, поинтересовался, что почем стоит, ребята, все стоит, каких-то бешеных денег, вот эти вставки, например, там порядка 16-30 тысяч рублей, они все там по деталям идут, в общем, если весь алюминий поменять, это раз, два, три, вот со всеми крышечками, это там примерно тысяч в сто может стать, реально, могу ошибиться, но не двадцатку, не тридцатку, деньги нужно отдать, но это настоящий алюминий, то есть это не какое-то там напыление, по всем остальным вопросам, подогревы есть, все есть, как бы я кайфую, такое вот, что меня что-то в машине не устраивает, ну два момента, это бесключевой доступ, вот мне не хватает, ну и в силу того, что ребенок родился, все равно вот сейчас бы, я бы возможно хотел бы такие же себе кресла, но кожаные, как это уже есть в новой версии, там покупая М-пакет, у тебя уже не будет сочетания ткани Алькантара, но в целом, реально доволен, вот катаясь на машине, несмотря на то, что она какие-то там косяки постоянно выкидывает, меня все устраивает, подчеркиваю, человек говорит, там же зажигание включили, а сейчас подумают, скажут, еля, да это же БМВ, у него же человек горит, и дорогу классно держат, и шумоизоляция приятная, у меня есть мультимедиа, дополнительно установленная, я включаю здесь YouTube, когда мы едем, конечно же там мультики слушаем, песни поем, в общем, в этом плане видео воспроизводят, можно все там пользоваться, поэтому, друзья, воспринимайте, как хотите этот материал, там хвалят, нахваливают, рекламируют, ну, я даю честный отзыв, машина моя, я ее купил сам, 2016 года, один из самых частых вопросов в серии про БМВ, это же тонировка, это же незаконно, друзья, я вас всех призываю соблюдать правила дорожного движения, не наносить никакие пленки себе на передние стекла, в моем случае, это съемная тонировка, и я ее наношу только, когда мы снимаем видео, когда машина стоит в статичном состоянии, потому что так красиво, мне так нравится, в повседневной жизни с тонировкой я не езжу, к чему и вас призываю, таким образом, остается подвести итог и сделать выводы, владею машиной, периодически деньги подсасывают, вложения требуются, подчеркиваю, можно ничего не делать, масло в коробке не менять, опоры не менять, сайлентблок не менять, да и много того, что я сделал с машины, можно было не делать, но потом в перспективу, конечно же, это выйдет мне же боком, либо нужно будет машину продавать, кто приедет покупать, загонит на подъемник, поймут, что состояние так себе, в общем, это отдельная история, если бы у меня сегодня были бы свободные деньги на покупку новой машины, ну, мне нравится BMW, я бы купил, потому что на BMW скидки есть, но рассмотреть вариант, типа, блин, пять лет немец, дальше будет только хуже, продать его, и пойти купить Mazda 6, Camry, там, K5, ну, японцев, корейцев, с наценками, да нафиг они мне нужны, я лучше буду кататься на это, отдал, да и не напрягаешься, она мне даже, вот просто пятилетняя, нравится гораздо больше, чем новая, хотя, понятное дело, что лучший автомобиль, это новый автомобиль, друзья, вот такие выводы, делюсь как есть, можете давать ваши советы, что здесь переплатил, это делать было не нужно, то неправильно, пишите ваше мнение, в комментарии, они всегда открыты, у меня на этом сегодня все, всех жду в ближайшие дни на канале, потому что мы готовим для вас крутейшие, уютные сюжеты, про недвижимость, которые вам точно понравятся, ну и конечно же, будем стараться, не забывать про автомобили, снимать чаще интересных роликов про автоконтент, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят свежие новости, ставьте лайки, ставьте дизлайки, до новых встреч всем, пока-пока!